Так и так, здравствуйте дорогие друзья, добро пожаловать на тест-драйв Замечательного автомобиля Land Cruiser 200 Сегодня замечательный белый холодильник в нашем распоряжении Ну, можно сказать, что, конечно, это новый Land Cruiser 200 Можно сказать, что это рестайлинговый Но на самом деле новый Land Cruiser 200 будет называться Land Cruiser 300 И он будет кардинально изменяться, говорят о том, что там будет раму из алюминия и все остальное И это рестайлинг, сегодня мы поговорим об этом замечательном автомобиле Я расскажу про все нововведения, мы на нем поездим Хотя я уже ездил на 200-ке, но все-таки еще раз попробуем Получились ли технические изменения, как-то кардинально поменяли этот автомобиль или нет Расскажу про салон, про все остальное Ну, начнем с внешности и, наверное, внешность Главный признак того, что автомобиль рестайлинговый Именно у нас кардинально поменялась морда У нас добавилось много хрома, у нас изменился передний бампер Теперь у нас фары разделены Ну, я не знаю, может быть, в стиле Escalade, Taha Ну, в общем, я не знаю Немножечко изменилась у нас задняя оптика, изменился задний бампер Здесь мы видим у нас отсутствие небольшой черной накладки Но, тем не менее, ничего страшного в этом нет Профиль автомобиля конкретно не поменялся Он такой же тяжеловесный, у нас такие же маленькие колесики В общем-то, профиль не изменился Ну, вы знаете, на самом деле, как бы он не выглядел, все равно бы его покупали Потому что Land Cruiser в России это бренд Крузак это бренд, это как гелик То есть, я уже говорил об этом в предыдущего Land Cruiser Всегда его будут покупать, чтобы не знать с автомобилем проблем Чтобы не знать с автомобилем проблем по техническому обслуживанию Чтобы он не ломался Чтобы не испытывать проблем при вторичной продаже Потому что он теряет по статистике меньше всех при вторичке Всегда его можно будет быстро скинуть Не знать проблем по передвижению по русским дорогам Не чувствовать дорожного покрытия Не чувствовать проблем с бездорожьем Потому что у нас всегда крузак ассоциируется с таким большим дорожным диваном, чтобы путешествовать по России, передвигаться по России без особых проблем. Все-таки рамная конструкция, проверенные двигатели, V8, то есть и дизельный у нас V8, и бензиновый V8, вот эти проверенные автоматы никогда не доставляли проблем. Потому что, в общем-то, и нечему тут ломаться теоретически. Другая сторона медали, безусловно, то, что нет никаких новых каких-то технических нововведений, и это автомобиль, ну, как не для ценителей драйва, не для ценителей какого-то дизайна. То есть, грубо говоря, этот автомобиль, как бы это ни абсурдно звучало, не для фанатов автомобилей. То есть он такой скучный и, возможно, однообразный. Он кардинально из поколения в поколение никак не меняется. Только небольшие доработки, но, с другой стороны, с точки зрения продукта, который делает всех на рынке, японцам другого не надо. Есть своя аудитория, отлично. И автомобиль ездит везде, продается, и все хорошо. Поэтому они его не стали менять. Давайте посмотрим, что у него нового под капотом. Мы забыли, я сказал, забыл сказать процентом. Вот этот конкретный автомобиль стоил 4100. Вообще базовая стоимость этого автомобиля начинается от 2 миллионов 999. Это чтобы избежать налога на роскошь. Мощность у нас 249 лошадей, именно дизельная. Ну, в общем-то, чтобы не попасть под налог на роскошь, должна быть комплектация до 3 миллионов. И мощность 249 лошадей. Поэтому, в принципе, этот автомобиль не облагается налогом на роскошь, чтобы, в принципе, правильно все сделали. Все по российскому законодательству. 4100 этот автомобиль стоит. Давайте же, какие у нас есть альтернативы, если говорить про схожие конструкции. У японцев у нас еще и замечательный Nissan Patrol. У американцев у нас есть и Escalade, у нас есть и Chevrolet Tahoe. То есть это все автомобили с рамной конструкцией, с V8, кроме Patrol, там где рама у нас интегрированная. А как альтернативу среди кроссоверов мы можем рассмотреть Macan, Macan Turbo, Cayenne мы можем рассмотреть. Хотя Cayenne, мне кажется, будет подороже. Touareg, Q7 Audi, мы можем рассмотреть Range Rover Sport. Ну, в общем-то, много чего. Но, опять же говорю, преимущество Land Cruiser, то, что нет никаких сюрпризов, он вам не преподнесет. Он всегда будет мягок, он всегда будет надежен, он всегда будет в цене. Он также всегда будет в цене у тех, кто занимается угоном автомобилей. Поэтому они очень ценятся на рынке. В общем-то, поэтому у каждого автомобиля свои преимущества. Давайте рассмотрим здесь технически некоторые моменты. В общем-то, не для кого не секрет, конечно, что этот замечательный автомобиль у нас является равным. Ну, у нас V-образная восьмерка без изменений здесь абсолютно. У нас тот же самый автомат, та же система полного привода. У нас идет Torsen. Постоянный полный привод 60 на 40. Там, ну, до какого-то момента можно распределить на 50 на 50. Те же замечательные у нас круиз-контроли. Трейнер-инспонс система и вот эти вот. Ну, которых, я считаю, неэффективны при нашем бездорожье. В чем преимущество? То, что рама, постоянный полный привод. То, что ломовая тяга V8. И, в принципе, надежность конструкции. У нас стоит межосевая блокировка. К сожалению, задней блокировки межколесной здесь нет. Но есть пониженные передачи. Поэтому по энерговооруженности автомобиль достаточно, в принципе, подходит для бездорожья. Но его реальные минусы в том, что он тяжелый. И в том, что если вы поедете на глину, у вас замылится резина. Вы будете как там бегемот, там, трактор искать. Поэтому всем покорителям бездорожья я советую поменять бампера. И поставить грязевую резину. В принципе, этого будет достаточно. Потому что базового клиренса у этого автомобиля хватает. С технической точки зрения немножечко... Единственный недостаток у всех Land Cruiser... Вот всегда. Я недавно ездил на предыдущем Land Cruiser... Минут на 15... За 15 я нагрел тормоза. Вот нехватка тормозов. Здесь японцы немножечко поработали над этим. И изменили общий радиус колес. То есть тормозных дисков. Диски у нас стали больше. Поэтому говорят, что теперь проблем с тормозами будет меньше. И, естественно, до этого были проблемы с кренами. Они здесь внедрили... Теперь здесь у нас стоят стабилизаторы. Которые с помощью гидравлики распрямляются и выпрямляются. В зависимости от того, где автомобиль ездит. Если мы на бездорожье, то стабилизаторы у нас полностью выключаются. Они как бы расслабляются. На режимах дорог гидравлика у нас накачивается. И машина становится немножко жестче. И крены теоретически должны подавляться. Но, безусловно, это мы обязательно проверим. Вот. Поэтому, в принципе, основные изменения технические я назвал. Ну, про визуальные вы уже все видели. Поэтому не будем долго заморачиваться. И перейдем в салон. Итак, сейчас вот я сели в салон. А я тем временем, пока настраивалась камера, говорил с владельцем. Так он сказал, что все машины до начала еще продаж были выкуплены. Ну, огромный предзаказ. И он купил эту машину, не видя, какой она будет. То есть, я хочу новый крузак. И не важно, каким она будет внутри. Вот, мне кажется, не пользуются этим японцы. Им все, что вот не хочешь они поставить, все равно нас будут брать. Потому что автомобиль, безусловно, себя зарекомендовал. Ну, что вот они нового в салон поставили? Переднюю панель от Skoda Octavia. Дисплей стал больше у нас информации, навигация. То есть, расход топлива, пожалуйста, смотрим здесь. 14 литров средний расход. Неплохо, кстати, для дизеля. Автомобиль широкий. Но, конечно же, раму мы никуда не можем выкинуть. Все равно у нас пол высокий из-за того, что рама. И места над головой не так уж и много. Сидения, по-моему, не изменились. Из-за изменений еще можно отнести, вот, например, вот этот замечательный руль. По-моему, материалы примерно остались такие же. Вот здесь так обшито кожей, все. Ну, более-менее, опять же, если мы говорим про машину, которая стоит 2,990 в базе, это неплохо, это нормально. Но когда там 4 с плюсом, уже можно посвоить. Потому что у тех же немцев материалы отделки за эти деньги будут получше. Ну, вот у немцев не будет крузака. И у них не будет рамы. И у немцев не будет крузака. Вот поэтому здесь вот все так кардинально не пытались изменить. Посадка достаточно удобная, естественно. Мы можем чуть-чуть понизить электроприлд тех сидений. Автомат. Рычаг, опять же, не изменился. Опять же, разноцветные указатели RND. То есть, R зеленая вот эта вот, буковка N. Такой какой-то стиль управления. У нас же, опять же, здесь мы можем выбрать пониженную, повышенную. Включить кровоконтроль. То есть, внедорожный круиз-контроль. Заблокировать блокировку межосевую. Отключить систему стабилизации. Поэтому все, в принципе, здесь подогрев руля, зимний пакет. Все здесь присутствует. Все, что нужно для счастья какого-нибудь нефтяника на севере. Едет спокойно, не парится. Что у нас под колесами? Ничего, никаких проблем. Единственная проблема, угнать это могут машину и все. Поэтому всем советую, как они ставят спутники. То есть, машина даже по запчастям у нас всегда в цене. Я бы лично от себя добавил бы черный верх. Лично от себя, опять же. Черную крышу. Не буду говорить из какого материала. Потому что это уже огромный, огромный у нас подлокотник. Все. Салон такой удобный. Опять же, без. Все в стиле Land Cruiser. Только добавился больше дисплей. Другой руль. И передний щиток приборов от Skoda Octavia. Естественно, я шучу. Потому что мы очень похожи на Skoda. Очень. Итак, садимся назад. Значит, сразу хотел отметить, что спинка отрегулирована под меня. Я упираюсь коленками. Мы, конечно, можем назад тогда двинуться. Ну, в общем, вот так вот. С учетом того, что основные российские клиенты любят ездить на заднем сиденье с водителем. Я думаю, что можно было как минимум, может быть, нижнюю подушку немножечко удлинить. Вот у нас тут подлокотник. Можем регулировать угол наклона спинки. Ну, я бы вот на месте японцев поставил бы подлокотник, который есть на Camry в максималке. Здесь отдельное управление. Есть звуком, климатом и всем остальным. Но, по-моему, это на LX-ах такая будет опция. Вот. Что еще можно отметить? Очень часто тюнинговое ателье в России переделывают. Задние диваны здесь ставят от семерок BMW, от S-класса, чтобы было комфортнее передвигаться. А так, в принципе, конструкция равная. И поэтому вы всегда будете сидеть с высоко поднятыми коленками. Ну, место есть все-таки. Место есть и просторно. В ширину, по факту, здесь просторно. Но, конечно, над задними сиденьями все-таки стоило бы побольше добавить комфорта. Несмотря на это, здесь у нас есть отдельный климат-контроль. То есть мы должны тянуться вот сюда. Отдельные дефлекторы. Все, в принципе, здесь работает функционально. Естественно, материалы сзади немножко дешевле, чем спереди. Ну, багажник я уже показывал в прошлый раз. Поэтому внизу будет ссылка на прошлый тест-драйв. Ничего нового здесь в багажнике нет. Он огромный. Здесь можно водить чемоданы с деньгами. Много сюда влезет наличных. Так, ну что, давайте попробуем проехаться на нем. Попробуем поездить по бездорожью. Спереди у нас лед, лужа. И лед покрыт сверху таким слоем грязи. В общем, сейчас попробуем проехать. Едем в обычном режиме. Все в стандарте. Без блокировок, без ничего. Аккуратненько. Очень хорошая защита шумоизоляция днища. А так, в тишине проезжаем. В салоне абсолютно ничего не слышно. Аккуратненько. Ориентируюсь по камерам на данный момент, потому что не вижу я. Вот капот мешает. Съезжаем на тормозах. Сейчас поменяем сразу колею. Аккуратненько. Едем. Ну что, диван. Под колесами ужас. Вот, наверное, в эту яму. Дай-ка я попробую поеду. Нет, 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 нет. Машина цепляет. Нет, надо нафиг. Не поедем. Очень жалко пластик. Реально, очень жалко. Все-таки давайте объедем. Опять же, не вижу из-за того, что капот большой. Ориентируюсь по камерам. Визе в колею. Аккуратно. Очень полезно видеть эти камеры. Сейчас чувствую, скорее всего, мост задет. Проезжаем, проезжаем. Спускаемся вниз. Без помощи системы. При спуске с горы. Аккуратненько. Подтормаживая колеса. Сключена система стабилизации. Сразу же выходим из колеи. Едем дальше. Ну, такая махина управляется. Все-таки габариты чувствуются. Благодаря тому, что капот такой легкий, квадратный. Квадратный. Не легкий, а квадратный. Вот. Едем дальше. Опять же, объезжаем все эти ледяные. Просто реально страшно повредить автомобиль. Так как машина не своя, в общем-то. Так. Едем дальше. Аккуратненько. Вообще, машина очень корректно работает. Система стабилизации очень корректно работает. Подтормаживает. Снизу мы только слышим небольшие похрустывания снега, льда. Аккуратненько. Давай, 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 давай. У-у-у. И сразу же пробуем вырулить. Что я могу сказать? Энергоемкость в подвеске просто фантастическая. Машина немножечко переваливается. Вот это гидж-звук, да? Система стабилизации. Подтормаживает, типа, ВС. Такой комфортный диван для бездорожья. Опять же, я думаю, что в 90% случаев даже стандартный, обычный режим подходит для нашего бездорожья. А там уже куда лезть, куда-то надо, но не особо хочется. Потому что, опять же, бампера, красить, полировать. Зачем это можно? Ну, просто объедем. Если бы, конечно, у нас были металлические какие-нибудь вот эти мощные бампера, какая-нибудь мудовая резина, мы бы еще смогли. Так не стоит. Едем поверх колеи, так скажем, аккуратненько. Клиренс позволяет. Так, едем дальше. Аккуратно. Я бы еще, знаете, что сделал? На бездорожном, во внедорожном режиме сделал бы... А, здесь же у нас ГУР. Не получится. Я бы добавил рулю легкостью. Очень тяговитый дизелек у нас тянет, тянет. Давай в горочку. Пошла, пошла. Останавливаемся. Горочка, горочка. Не вижу, не видим, что снизу. Не видим, но давайте спустимся. Ну, и, конечно, можем здесь система спуска с горы попробовать, но съезжаем так, на тормозах. Доверяю своему чутью. Тормоза у нас как? Вы слышите? Это вибрационный такой скрип. И съехали. Ну, нормально. Так, что? Аккуратненько выезжаем. Давайте попробуем проехать на этом автомобиле или по асфальту. Слушай, очень удобный обзор, конечно. Очень. А по такому легкому грунту машина едет просто играюще. Она не чувствует энергоемкость. Еще раз повторюсь, просто феноменальная здесь. Феноменальная. Съехали на бездорожье. Пробуем автомобиль в городе. Режим у нас стандартный. D. Климат, кстати, работает. Очень здесь актуально. Как вот выставляешь, так и выставляешь. 22 здесь, 30 тут. Все держит замечательно. Но дизель хотелось бы, конечно, потише, потому что все-таки салон его слышно. Сейчас чуть-чуть прибавили. Уже шум есть мотора. На холостых сейчас пытаем в пробке в режиме D. Вибрация на руле чувствуется от дизеля. На коробке тоже чувствуется. Хотя рама и огромный слой виброизоляции, тем не менее, все равно шумно в машине. Вот пробуем ускориться в пол. Пошло, пошло, пошло. 100. Тормози. Аккуратно. Белый, кстати, очень смотрит. Ну вот если бы Клэн Крузер я бы брал, я бы брал белый, потому что кругом черный. Мне кажется, белый автомобиль смотрится более как-то нарядно и не так банально, потому что все на черных крузахах. Вот белый он сразу выдает со стороны. Ну что, вот. Ну, вот. Вот еду. Даже сказать нечего. Удобный диван. Кстати, хорошо рулится. Крены минимально реально на нем. Попробовать для активной езды вообще он не провоцирует никак. Ну вот ощущение, что в 8 даже дизельный очень сильно напрягается. Он такой вот во все вот свои 8 цилиндров. Но не едет. Надо чиповать машину. Кстати, мне кажется, действительно легче стало дозировать усилие на педали тормоза на автомобиле. Ну а так каких-то кардинальных отличий от предыдущего я не вижу. Да, более отзывчивый стал на руле. Более, более быстрее он понимает, что мы от него хотим. Кренов реально стало поменьше. Но не настолько, что можно сказать, что вот он кардинальный. Вот прям кардинальный. На рестайлинг, да. Да, не было. Не чувствуем никакие асфальт, не асфальт, смена асфальта, мелкие пробоины, выбоины. Абсолютно все ровно для автомобиля. Дорожное покрытие для него в принципе везде однородное. Для него есть бездорожье и есть ровная дорога. Мне кажется, за это и ценят этот автомобиль. На то, что в нем ты себя чувствуешь спокойно. В нем ты себя чувствуешь безопасно. Вот подумайте, на какой бы автомобиль вы бы посадили близких к себе людей, чтобы они чувствовали себя комфортно и безопасно. Чтобы вы, даже если кто-то в них едет, на какой-нибудь газолист, не важно кто там, какой-нибудь пьяный, обдолбанный, на чем-то, да. Вот какой бы автомобиль вы бы могли обезопасить своих близких и родных. Я думаю, что именно рамный большой автомобиль, не важно это, Таха, Эскалейт, Ландкрузеры, на мой взгляд, ты чувствуешь себя в безопасности. Достаточно хорошая шумоизоляция, не слышно никаких посторонних шумов. Вот именно, мне кажется, основной вывод этого теста, что да, японцы доработали этот автомобиль. Они сделали, они знали, что он валкий, они знали, что он немножечко не хватает тормозов. Они доработали, сделали систему активных стабилизаторов, они доработали тормозные диски, именно тормоза поработали над ними. Но оставили эту концепцию, это все тот же большой, безопасный внедорожник. У нас в России, конечно, я бы не сказал, что спокойное движение, но вот этот автомобиль, основная, мне кажется, фишка аура крузака, то, что он надежный. Мне кажется, в этом его доступен. И вы поверите, хоть какой бы там, какие бы фары у него не было, какие бы там у него не было каких-то других вещей, он, это крузак, и это бренд. И он всегда будет продаваться. И никогда Nissan Patrol его не догонят. Никогда не догонят его там, не знаю, рейндж-роверы и еще кто-то. Это бренд. Потому что вот народ у нас хочет безопасности на дорогах и комфорта. Именно это для тех людей. Особенно тут еще это возрастная тоже тема такая. Когда человек нагонялся на Каенах, на чем-то остальном, и просто хочет спокойно перегляться по городу, он покупает себе крузак и не парится. Я считаю, что в этом, конечно, основное преимущество крузака. Я бы, знаете, какой слоган сделал? Крузак. Купил и не парься. Все. Спасибо вам большое за внимание. Это был такой коротенький отчет. Даже можно назвать его обзором. Потому что мы особо не ездили. Ну, так чуть-чуть. Прорестайлинговый Toyota Land Cruiser 200. Автомобиль. Ну, что в лучших традициях Toyota. Взяли, доработали недостатки. Коранально ничего не изменяли. Вот это все. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки. И до встречи. Так и так. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на тест-драйв. Замечательного автомобиля Land Cruiser 200. Сегодня замечательный белый холодильник в нашем распоряжении. Ну, можно сказать, что, конечно, это новый Land Cruiser 200. Можно сказать, что это рестайлинговый. Но на самом деле новый Land Cruiser 200 будет называться Land Cruiser 300. И он будет кардинально изменяться. Говорят о том, что там будет раму из алюминия и все остальное. Это рестайлинг. Сегодня мы поговорим об этом замечательном автомобиле. Я расскажу про все нововведения. Мы на нем поездим. Хотя я уже ездил на двухсотке. Но все-таки еще раз попробую. Получились ли технические изменения. Как-то кардинально поменяли этот автомобиль или нет. Я расскажу про салон, про все остальное. Но начнем с внешности. И, наверное, внешность главный признак того, что автомобиль рестайлинговый. Именно у нас кардинально поменялась морда. У нас добавилось много хрома. У нас изменился передний бампер. Теперь у нас фары разделены. Ну, я не знаю, может быть, в стиле Escalade, Dota-Aha. Ну, в общем, я не знаю. Немножечко изменилась у нас задняя оптика. Изменился задний бампер. Здесь мы видим у нас отсутствие небольшой черной накладки. Но, тем не менее, ничего страшного в этом нет. Профиль автомобиля конкретно не поменялся. Он такой же тяжеловесный. У нас такие же маленькие колесики. В общем-то, профиль не изменился. Ну, вы знаете, на самом деле, как бы он не выглядел, все равно бы его покупали. Потому что Land Cruiser в России это бренд. Крузак это бренд. Это как гелик. То есть, я уже говорил об этом в предыдущего Land Cruiser. Всегда его будут покупать, чтобы не знать с автомобилем проблем. Чтобы не знать с автомобилем проблем по техническому обслуживанию. Чтобы он не ломался. Чтобы не испытывать проблем при вторичной продаже. Потому что он теряет по статистике меньше всех при вторичке. Всегда его можно будет быстро скинуть. Не знать проблем по передвижению по русским дорогам. Не чувствовать дорожного покрытия. Не чувствовать проблем с бездорожьем. Потому что у нас всегда Крузак ассоциируется с таким большим дорожным диваном. Чтобы путешествовать по России. Передвигаться по России без особых проблем. Все-таки рамная конструкция. Проверенные двигатели. В8. То есть, и дизельный у нас В8. И бензиновый В8. Вот эти проверенные автоматы. Никогда они не доставляли проблем. Потому что, в общем-то, и нечему тут ломаться. Теоретически. Другая сторона медали, безусловно, то, что нет никаких новых каких-то технических нововведений. И это автомобиль, ну, как не для ценителей драйва. Не для ценителей какого-то дизайна. То есть, грубо говоря, этот автомобиль, как бы это ни абсурдно, звучало не для фанатов автомобилей. То есть, он такой скучный. И, возможно, однообразный. Он кардинально из поколения в поколение никак не меняется. Только небольшие доработки. Но, с другой стороны, с точки зрения продукта, который делает всех на рынке, японцам другого не надо. Есть своя аудитория. Отлично. И автомобиль ездит везде, продается, и все хорошо. Поэтому они его не стали менять. Давайте посмотрим, что у него нового под капотом. Мы забыли, я сказал, забыл сказать процент. Вот этот конкретный автомобиль стоил 400. Что вообще базовая стоимость этого автомобиля начинается от 2 миллионов 999. Это чтобы избежать налога на роскошь. Мощность у нас 249 лошадей. Именно дизельная. Ну, в общем-то, чтобы не попасть под налог на роскошь, должна быть комплектация до 3 миллионов. И мощность 249 лошадей. Поэтому, в принципе, этот автомобиль не облагается налогом на роскошь. Чтобы, в принципе, правильно все сделали. Все по российскому законодательству. 400 этот автомобиль стоит. Какие у нас есть альтернативы? Если говорить про схожие конструкции. У японцев у нас еще и замечательный Nissan Patrol. У американцев у нас есть и Escalade. У нас есть и Chevrolet Tahoe. То есть это все автомобили с рамной конструкцией. С V8. Кроме Патрула, там где рама у нас интегрированная. Как альтернативу среди кроссоверов мы можем рассмотреть Macan. Macan Turbo. Cayenne мы можем рассмотреть. Хотя Cayenne, мне кажется, будет подороже. Touareg. Q7 Audi. Мы можем рассмотреть Range Rover Sport. Ну, в общем-то, много чего. Но, опять же говорю, преимущество Land Cruiser. То, что нет никаких сюрпризов. Он вам не преподнесет. Он всегда будет мягок. Он всегда будет надежен. Он всегда будет в цене. Он также всегда будет в цене у тех, кто занимается угоном автомобилей. Поэтому они очень ценятся на рынке. В общем-то, поэтому у каждого автомобиля свои преимущества. Давайте рассмотрим здесь технически некоторые моменты. В общем-то, ни для кого не секрет, конечно, что этот замечательный автомобиль у нас является равным. У нас V-образная восьмерка без изменений. Здесь абсолютно. У нас тот же самый автомат. Та же система полного привода. У нас идет Torsen. Постоянный полный привод 60 на 40. До какого-то момента можно распределить на 50 на 50. Те же замечательные у нас круиз-контроли. Train Response система. И вот эти вот. Ну, которых я считаю неэффективны при нашем бездорожье. В чем преимущество? То, что рама постоянный полный привод. То, что ломовая тяга V8. И, в принципе, надежность конструкции. У нас стоит межосевая блокировка. К сожалению, задней блокировки межколесной здесь нет. Но есть пониженные передачи. Поэтому по энерговооруженности автомобиль достаточно, в принципе, подходит для бездорожья. Но его реальные минусы в том, что он тяжелый. И в том, что если вы поедете на глину, у вас замылиться резина. Вы будете как там бегемот трактор искать. Поэтому всем покорителям бездорожья я советую поменять бампера. И поставить грызевую резину. В принципе, этого будет достаточно. Потому что базового клиренса у этого автомобиля хватает. С технической точки зрения немножечко... Единственный недостаток у всех Land Cruiser. Вот всегда. Я недавно ездил на предыдущем Land Cruiser. Минут на 15. За 15 я нагрел тормоза. Вот нехватка тормозов. Здесь японцы немножечко поработали над этим. И изменили общий радиус колес. То есть тормозных дисков. Диски у нас стали больше. Поэтому говорят, что теперь проблем с тормозами будет меньше. И естественно, до этого были проблемы с кренами. Они здесь внедрили... Теперь здесь у нас стоят стабилизаторы. Которые с помощью гидравлики распрямляются и выпрямляются. В зависимости от того, где автомобиль ездит. Если мы на бездорожье, то стабилизаторы у нас полностью выключаются. Они как бы расслабляются. На режимах дорог гидравлика у нас накачивается. И машина становится немножко жестче. И крены теоретически должны подавляться. Но, безусловно, это мы обязательно проверим. Вот. Поэтому, в принципе, основные изменения технические. Я назвал. Ну, про визуальные вы уже все видели. Поэтому не будем долго заморачиваться. И перейдем в салон. Итак. Сейчас вот я сели в салон. А я тем временем, пока настраивалась камера, говорил с владельцем. Только он сказал, что все машины до начала еще продаж были выкуплены. Ну, огромный предзаказ. И он купил эту машину. Не видя, какой она будет. То есть, я хочу новый грузак. И не важно, каким он будет внутри. Вот, мне кажется, не пользуются этим японцем. Все, что вот не хочешь они поставить, все равно нас будут брать. Потому что автомобиль, безусловно, себя зарекомендовал. Ну, что вот они нового в салон поставили? Переднюю панель от Skoda Octavia. Дисплей. Стало больше у нас информации, навигация. То есть, расход топлива, пожалуйста, смотрим здесь. 14 литров средний расход. Неплохо, кстати, для дизеля. Автомобиль широкий. Но, конечно же, раму мы никуда не можем выкинуть. Все равно у нас пол высокий из-за того, что рама. И места над головой не так уж и много. Сиденья, по-моему, не изменились. Из-за изменений еще можно отнести, вот, например, вот этот замечательный руль. По-моему, материалы примерно остались такие же. Вот здесь так обшито кожей. Все. Ну, более-менее. Опять же, если мы говорим про машину, которая стоит 2,990 в базе, это неплохо. Это нормально. Ну, когда там 4 с плюсом, уже можно посвоить. Потому что у тех же немцев материалы отделки за эти деньги будут получше. Но вот у немцев не будет крузака. И у них не будет рамы. И у немцев не будет крузака. Вот поэтому здесь вот все так кардинально не пытались изменить. Посадка достаточно удобная, естественно. Мы можем чуть-чуть понизить. Электропилот тех сидений. Автомат. Вот рычаг, опять же, не изменился. Опять же, разноцветные указатели RND. То есть, R с зеленой вот этой вот буковкой N. Такой какой-то стиль. Управление у нас же, опять же, здесь мы можем выбрать пониженную, повышенную. Включить кровоконтроль. То есть, внедорожный круиз-контроль. Заблокировать блокировку межосевую. Отключить систему стабилизации. Поэтому, все, в принципе, здесь. Подогрев руля, зимний пакет. Все здесь присутствует. Все, что нужно для счастья какого-нибудь нефтянника на севере. Едет спокойно. Не парится. Что у нас под колесами? Ничего. Никаких проблем. Единственная проблема угнать.